Интровер Коллаборировать друг с дружкой Общаться, отвечать на все вопросы Даже если это там Не совсем нет времени или еще что-то Мне кажется вот эта вот синергия дает нам Такой быстрый рост Который мы показываем на нашем рынке Хотел бы узнать немножко про аудиторию Кто знает что такое NFT Так, ну это уже большой прогресс Последний раз это было Процентов 20 в парке А кто запускал свои NFT Вау Да, я знаю просто Здесь есть некоторые люди Которые делали продажи получше меня Вот А есть кто вот Только смотрит на это Поэтому я попытался сбалансировать лекс Но для тех кто уже делал Наверное это будет не так интересно Как оно Ну я про себя немножко скажу Я в крипто наверное с 17 года Начинал я Наверное я прошелся по всем этапам Которые все шли То есть мы начали просто с фонда Который как бы назывался как фонд Искандер VC был такой Мы работали там в трех странах Доросли до там аж 200 человек Вкладывали свои сеошки Потом проводили Помогали другим Ну такая типичная карьера Вот мы там прилично провели Наверное 6-7 штук И моя гордость стоит в том Что две из них до сих пор живы И прекрасно себя чувствуют Один из них Один из этих проектов Поднял деньги уже от американских Венчурных фондов От хоровится там и так далее И является таким Сейчас одним из голубых фишек на рынке Я люблю ставить эту фотографию Потому что те, кто хотел запустить Когда-то свой NFT Я всегда советую делать NFT самостоятельно Просто пробовать, общаться И это вот это Моя цифровая подруга Ее зовут Жанна Дарк Ее никогда не существовало в реальности Это лицо полностью сгенерировано Искусственным интеллектом И я это, по-моему, продал на Рарибле За что-то там полтора эфира Это такая проба пера у меня была Мне было интересно самому это сделать Ну, по сути, я и как бы занимаюсь Цифровым искусством довольно долго И мне было вот интересно Как это, вот что такое красиво С точки зрения искусства и интеллекта Ну и всех приглашаю У нас есть свое медиа Это metawers.media Мы пишем для фондов Крутых игроков Тех ребят, которые умеют читать сложные тексты И мы реально разбираемся Как работает metawers Как работает GameFi Как работает NFT И, ну, это на английском языке Так что, если кто знает Да, из последних проектов Здесь есть такой международный Ювелирный бренд Parts of War Они знамениты тем, что там Типа в последнем фильме Дюна Были их украшения Их носят Кардашьян, Граймс, Бьонси И я являюсь также куратором на Binance И мне показалось, что этот проект может очень круто там выстрелить По сути, у них были просто украшения Они 10 лет на рынке У них офигенные комьюнити Самые настоящие Они еще 10 лет назад говорили, что наша комьюнити – это все И мы как бы сюда переходим к пониманию того, что такое NFT Мы запустили игру, где вы можете покупать разные виды материалов Форм, формы и мерджите их в зависимости Ну и там, соответственно, есть уровень редкости В общем, комьюнити – эта игра круто зашла Сейчас там народ собирает единорогов Какие-то там огонь, лава, серебро, жидкий металл В общем, это красивый, действительно проект Типа артовый проект Который имеет свое продолжение То есть там Эван сейчас, он там собрал этих денег Мы продались там меньше, чем за секунду на 550 тысяч долларов И теперь все эти деньги отправятся на создание классной игры Вот, я надеюсь, что они как бы это сделают И эти токены действительно будут кому-то нужны в ближайшее время Ну я не знаю, как здесь есть люди Я обычно объясняю, что такое NFT Вот на примере токена от американской финансовой системы Это токен американской финансовой системы Если на нем стоит подпись, это уже NFT И он уже взаимонезаменяемый Я еще хотел спросить Я сегодня хотел сказать, наверное, о том, что является Важным с точки зрения запуска NFT проекта Очень много людей спрашивают, как запустить там свой NFT проект И так далее Я бы хотел вас спросить На ваш взгляд, что Может кто-то покупал еще NFT, да, и так далее Что на ваш взгляд в проекте NFT самое важное? Маркетинг Команда Команда Ну команда, она такая Вот именно специфика, команда везде важна То есть что продает? Да, имеется в виду? Бренды в каком плане? А, тренды, да Спрос на NFT? Ну да, в принципе, спрос Без спроса мы далеко не уедем Да В каком плане? В каком плане? А, утилит, утилизация, да Применимость, да, замечательно Ну в принципе мы на самом деле сразу сходу назвали половину То есть здесь как, знаете, краудвиздом А, да В принципе, да, мы правильно назвали Вообще по стандарту, да NFT должны храниться на FPS И это как бы всегда так было И может быть такое количество проектов уже не уследить Народ просто, не знаю, хранит у себя на сервере Типа просто вот картинка, вот вам что-то придет сейчас Ну это да Окей Как я вкратце У нас будет Twitter презентация Я очень рекомендую Twitter как основной источник информации Потому что все мысли, которые я хотел для себя как-то понял из опыта Ребята очень круто формулируют в тредах И единственное, что обычно, что такое Web 3.0 Он практически ничем не отличается от предыдущих стадий развития интернета Но появляется такое понятное слово, как владение Очень много сейчас дискуссий в Twitter насчет вообще понятия владения Чем я владею, что NFT это там просто ссылка Просто картинка, просто-просто Но в целом, если вы знаете Может быть вы читали Homo sapiens книжку И там замечательный ученый, который очень известен сейчас в мире Говорит о том, что мы все живы в мире воображаемым Что компания Peugeot Это просто абстракция, которая есть у нас в голове Есть там, не знаю, какой-нибудь доллар, деньги Это тоже абстракция, которую люди Мы договорились между собой Она существует только у нас в головах И, например, если вы пообщаетесь с обезьяной Вы будете предложить ей, что она вам сегодня отдаст банан А завтра она получит царство небесное Ну, обезьяна банан не отдаст А люди отдают И практически всегда Поэтому, когда мы говорим о каких-то абстрактных вещах И крипта подвергается критике, что это пирамиды и так далее То, по сути, доллар отчасти тоже пирамиды На нем она даже нарисована Поэтому я выступаю как евангелистом И уже давно в крипте И стараюсь всегда отвечать на вопросы О том, что это просто следующий этап И очень круто владеть какой-либо NFT-шкой Здесь еще замечательное объяснение, которое мне нравится Что крипта – это деньги метаверса NFT – это право собственности DAO – это по сути уаошка Ну и дальше там, соответственно, категории Social token и так далее И все как-то так, все хорошо там организуется Я на краем ух слышал выступление прошлого спикера Да, конечно, DAO, по сути, это команда единомышленников Люди, которые смотрят в одну и ту же сторону И им просто нужна какая-то система Которая бы именно в рамках метаверса Я называю это все, что связано с Web 3.0 Помогало бы им организовывать свои взгляды Оплачивать что-то, владеть чем-то И не спорить И не идти в суд, чтобы спорить о праве владения В принципе, рынок NFT я разделяю на следующие пункты Первый – это где я работаю Это индустрия коллекционок То есть это выпуск какой-то лимитированной серии картинок Которая имеет определенный ютилити Кто-то здесь сказал ютилити Есть игровые асеты Этот рынок будет сейчас активно развиваться И в данный момент я лично веду несколько игровых компаний У которых там просто миллионы МАУ То есть юзеров активных в их играх И они все хотят продавать скины Потому что выводить деньги через традиционную финансовую систему Крайне сложно То есть мы делаем скин, мы его покупаем Мы продаем, они хотят, чтобы был живой рынок Где люди могли сами самостоятельно что-то покупать и продавать И к ним это отношение не имело Потому что у них все время проблемы с финансовыми регуляторами Виртуальные земли наверняка уже слышали О ярких продажах в сэндбоксе Всяких децентрализованных играх Экси инфинити Я много раз об этом тоже рассказывал Но пока что вот Очень много людей делают метавселенные Я думаю 22-й год там будет два слова Это дао и метавселенные Понятно дело То есть люди начнут выкатывать какие-то игры И конечно мы тоже в этой гонке Мне пока что единственный непонятный момент Это конечно нагрузка на сервер Стоимость владения цифровыми активами Внутри вашего сервера А потом еще сверху блокчейн ложится И в данный момент чтобы сделать что-то по-настоящему Красивое и крутое Вот какими-то реально прорывными механиками Нужно огромное количество денег И кажется что это не очень в данный момент тема То есть лучше делать что-то где будет шайба Чем где она сейчас И поэтому как бы мы только можем верить в эти криптопроекты Как правило у них ничего нет Метаверс там только какие-то вот Только какие-то наработки MVP там и так далее Но в данный момент виртуальные земли Только у двух-трех компаний в мире Получилось сделать что-то по-настоящему крутое В плане виртуальной реальности и блокчейна Ну и криптоарт Обычно вот криптоарт как раз путают вообще со всеми NFT NFT Как бы люди просто хотят продавать свои работы Какие-то картинки, фотографии, цифровые работы И здесь написано в общем-то Что движет Какие экономические драйверы у этих NFT Кто-нибудь покупал collectibles? Так Два человека А что Какой результат покупки? Что произошло после? Выросла стоимость Вы продали? Окей А вы? Тоже не продали? Ну это круто, конечно Да, но это Следующим слайдом Конечно, очень круто Когда в составе вашего сообщества Есть не спекулянты А те люди, которые их халдят Это прям true Соответственно Экономический драйвер collectibles Это всегда Нарратив Нарратив Это такое сложное слово Но есть русский аналог Это просто история История вокруг Какого-то Ну вокруг проекта То есть Когда мы смотрим на самый яркий пример Борт Айп Ну про обезьян Клуб обезьян Борт Айп Яхт-клаб И Я смотрю на состав участников Это просто что-то нечто То есть это музыканты Это инвесторы Это знаменитые художники И То, что они творят Ну в криптомире Это Ну то есть В плане финансирования Крутых проектов Помощи там Молодым художникам Своих собственных Внутренних ивентов У них там По 5-6 ивентов У них даже есть там В Европе Свои пивоварни Которые там называются Пивоварни усталые обезьяны Вот И туда можно попасть Только если у вас есть карточка Ну то есть По сути там В лучшем случае Там два человека сидит Вот Но тем не менее Это круто Они могут себе это позволить То есть Комьюнити История И то куда мы идем В коллекционках Играет первую роль Поэтому совершенно не важно Как она выглядит иногда Конечно круто Когда она еще и выглядит стильно Но в целом Какой-то Большой ценности Люди в этом не видят У нас вот было Так Именно в этом кейсе На бинансе То есть люди прибежали В сообщество Сразу после там Объявления И стали говорить Ну окей Картинка это здорово Много красивых картинок Но что стоит за вашими NFT Куда мы пойдем дальше Что мы будем делать с ними И мы на эти вопросы Отвечали Три недели подряд Каждый день Там по 50 раз То есть На самом деле Сообщество реально смотрит Что мы будем делать С этими Карточками дальше Вот А крипто арт Это очень простая история Художник это движ Если вы умеете создавать движ Если вам Вокруг вас есть Ваши фанаты Если вы умеете Работать социальными сетями Если вы умеете Доносить Из вашей головы Мысли Так чтобы это было Другим понятно и ясно То как правило Такие художники Круто продаются Надо показывать Что вы посвятили Там свою жизнь этому И действительно В этой индустрии Хотите работать Вот Но это знаете Очень коротко Да Как бы Что двигает Да То есть Я как коллекционер Покупаю Крипто арт Потому что Мне нравится Его работа Визуально Мне нравится культура Идея Которая за этим стоит И мне нравится сам чувак Я вижу Что он реально Себя пушит Он себя продвигает Он дает какие-то интервью Участвует в подкастах Развивает твиттер Это как бы Вот сейчас Современный художник Выглядит так Если этого нету Если у вас нету подписчиков Если вы не знаете Как работать с территорией Не хотите То возможно вы гений Но это так бы Судьба Ван Гога Скорее всего То есть Посмертно Посмертная слава Хотел бы Вот мы уже с вами называли Что двигает Вообще как бы NFT Что важно для того Чтобы запустить NFT Для того чтобы оно было успешным Кто-то уже говорил Что доверие Это самая важная часть Которая может быть То есть у нас Опять же в нашем проекте Это не первый Люди реально начинали чекать То есть Например Парцефор Мы сделали коллаборацию С компанией OneInch OneInch Кто знает OneInch Да Ну это классная компания Они выросли За тот год в 10 раз Там у них было 100 тысяч юзеров В этом году В конце у них было миллион уже То есть это как бы Настоящий единорог Мне очень нравится их там Визуал И мы как бы взяли их единорога И превратили Этот единорог в NFT Который Выглядел очень круто Но люди Которые приходили в сообщество И по сути вообще Как бы именно OneInch И сработал Потому что все-таки Парцефора Например это бренд Из парижской недели моды Там The Dark Fashion То есть у них есть свое сообщество У них 300 тысяч подписчиков в Телеграме Но это люди Которые очень-очень далеки от крипты И они как правило не покупают И по опросам Которые мы делали Там У нас есть там полутора тысяч человек В Телеграме Там буквально 5% было Из их сообщества Все остальное Это были новые люди И они реально пошли в Твиттер Они пошли к OneInch Они стали спрашивать Они пошли в Binance Они стали смотреть Правда это или нет То есть на самом деле Конечно можно идеализировать эту сферу Но конечно там Процент скамы он огромный Это как бы иногда даже Вот совершенно не ожидаешь От людей Какого-то обмана Но в целом да Где-то я Смотрю что процентов 70 проектов Прямо Ну это большинство Они как бы Нацелены только на деньги То есть Интересно собрать денег И в общем-то Потом как-то раствориться И дальше эти деньги Как-то реинвестировать Но не в рамках этого проекта Дальше Суперважный драйвер Это то Кто-то тоже сказал Что тренды Да Тренды То есть Надо всегда сидеть в Твиттере Сидеть там Не знаю У меня есть Много аккаунтов В Дискорде В Твиттере В Инстаграме И я вынужден Посвящать Примерно час за день Для того Чтобы смотреть Все эти аккаунты То на кого я подписан Я их собирал Там в течение года То есть Я действительно Выбираю свою ленту И смотрю на людей Которые реально Что-то крутое делают И вот эти тренды И вы начинаете смотреть Там Не знаю Один месяц Два Три И вдруг на третий месяц Вы понимаете Что вы реально Начинаете рубить тему То есть Я прям рекомендую Если вы Занимаетесь NFT И хотите туда попасть Сначала просто Понять Что люди делают По какой причине Поучаствовать Самому в продаже Попробовать купить Какую коробку За 10 долларов Там за 20 долларов Попытаться ее продать И посмотреть Что заходит Что нет То есть Ну это понятно Это кто-то сказал Команда Я говорю Что да Вот Команда и работа Фокус должен быть Только на тех Кто Действительно Хотят помочь Вас в сообществе Потому что Если вы посмотрите На обезьян Которые Ну там Делают коллаборации С Adidas Которые там Делают коллаборации С крупнейшими брендами Сейчас какое-то кино Снимают Они являются собой Ну там Ядро NFT Рынка И это всего 5500 По-моему Владельцев Если вы зайдете На OpenSea Вы увидите Что там Обезьян больше Но владельцев На самом деле Всего там 5500 Понимаете То есть 5500 Определяет Мировую повестку И как бы Это прям Ну вот Как спартанцы Такие То есть Они действительно Круто знают Как работать И никто из них Там не спекулянт Практически Ну понятно Что мы все Приходим в NFT За денег Надо там Признаться себе Честно Но когда вы Начинаете зарабатывать Там у вас появляются Какие-то деньги Вы такие Немножко расслабляетесь Вы начинаете думать Ну пора о душе подумать Типа Окей Типа я хочу теперь Посмотреть на кого-нибудь Художника Действительно Оценить качество Комьюнити Хочу посмотреть Как они общаются Хочу со всеми Познакомиться Вот Ну как бы Старайтесь Продавать свои NFT Только тем Кто в него верит Я знаю некоторые проекты Которые действительно Прямо писали Очень много кода Для того Чтобы не давать Это в одни руки И для того Чтобы эти люди Были живые То есть Там проверяли Твиттеры Проверяли инстаграмы И как выясняется Если делать Такую тщательную проверку То людей На самом деле Не очень много Которые покупают Вообще Весь рынок Там на NFT Это там Не знаю 300 тысяч человек Ну то есть Это Очень много К нему внимания Но в реальности Если посмотреть На там Например Количество посещаемости OpenSea Вы увидите Что там очень много Транзакций Но людей В день Ходит довольно мало То есть Ни с каким Новостным сайтом Это даже рядом Не стоит Хотя это Самый крупный Там портал Наверное 90 процентов Трафика Там так или иначе Ходит Я всегда говорю Всем ребятам Которые Общаются И хотят То есть Не надо платить За маркетинг В комьюнити Это и есть маркетинг То есть Комьюнити Равно маркетинг То есть Маркетинг Это для Веб 2.0 Вы покупаете рекламу Вы бустите свой твиттер Там не знаю Там закупаете Какие-то платные статьи Но в криптомире Это всегда видно И это зашквар Как правило То есть Ваша задача Выйти на людей Которые работают Примерно в том же направлении Например У меня проект Посвящен генеративному искусству Я написал 200 писем Людям Которые работают В генеративке И в течение месяца Получил 50 ответов Положительных То есть У меня было какое-то Предварительное предложение Это все крутые художники У них там Действительно много подписчиков У них есть свои коллекционеры И они Согласились Многие из них Со мной коллаборировать И бустить мой проект В том числе Вот и весь маркетинг То есть Не надо ничего покупать На мой взгляд Опять же Это мое Субъективное мнение Но покупка Платного трафика Ни к чему хорошему Не приводит Ну максимум Можно взять там Рекламу На каком-то Rarity Tools Это сервис Где Все ICO Листинг Всех этих NFT Идет Там очень хороший трафик И это единственное Что стоит взять На мой взгляд Ну и заканчивая выступление Вот В принципе Все новое Это хорошо забытое Старое У Sotby Было Критерий По которому Они оценивают Любую работу В цифровом искусстве И Здесь написано Что Очень важно Кто автор Очень важно Какое комьюнити У художника Насколько редка работа Сколько он сделал Provenance Это вообще В блокчейне Святое слово То есть Видно История работ Кто покупал Кто продавал Если вы знаете Эту безумную историю Как нашего Русского олигарха Рыболовлева Обманули на полмиллиарда Долларов В Нью-Йорке И французы Продав ему Арта Там Пикассо Ротко Поделок В случае с блокчейном Provenance Как правило То есть мы видим Вот кошелек художника Вот эта работа Была выпущена И дальше понятно Кто купил Ну никто Что она была куплена За сколько И так далее И как бы Это очень важно Вот И очень важно Как бы о чем вы говорите Потому что Сама по себе Опять же Красивая картинка Не играет роли Но если вы Один из крутейших проектов Назывался Woman Power NFT Они сейчас топи На децентрализованных апках Они рассказывали О силе женщины О том что О месте женщин В современном мире Через NFT То есть там реально Были только женщины Женщины Кодеры Женщины Такие амазонки Короче И они при этом Были не агрессивные Это там Не какие-то там Левые феминистки Это были люди Которые Женщины Которые говорили о том Что Ребята Культура очень важна Помните о нас И вот мы выпускаем Свой NFT Будем защищать права Женщин через NFT NFT зашли Они сейчас топ-20 На депке То есть это как бы тоже Когда был какой-то Сабжик Их реально Комьюнити поддержало Вот Давайте теперь Вопросы Всем привет У меня вопрос Ты говорил Про NFT земли Как ты считаешь Почему Вот такие проекты Про продажу землю Про вот эту Виртуальную реальность Не так развиваются Ну то есть Ни у кого не получается Сделать успешный проект Почему Ну на самом деле Мне кажется Ответ простой Это очень сложно Просто это очень сложно Потому что есть Если вы пообщаетесь Я сейчас очень много Общаюсь с гейминдустрией И Реально крутые чуваки Которые там работают В World of Tanks Или В Лайзарды И так далее То есть Я сейчас общаюсь С ребятами оттуда Они говорят Слушай Ну Если тебе дадут деньги Очень много Там миллиард И у тебя Вот самая топовая команда У тебя шанс Сделать игру Хорошую Он примерно такой же Как у инди-разработчиков Потому что Это не от этого зависит Эти факторы Не так сильно влияют И для меня Это было открытие Потому что я думал Ну что Если сделать игру Надо взять там Денег Надо взять команду И как обычно Будем что-то пилить Но они говорят Это как бы Больше похоже на чудо Ну то есть При всех там Знаниях Умениях Сделать крутую игру Которая зайдет Они привели Там один проект У которых там Вообще ребята Которые Ассасин Крит делали От Юбисофта Получили грант На полмиллиарда И у них в данный момент В онлайне 800 человек Он говорит 800 То есть у них игра работает Но там 800 человек То есть это вообще И плюс туда Вы еще прикручиваете блокчейн Когда вы прикручиваете блокчейн Вы попадаете на законодательство Потому что пока вы Маленькие там Котики Там обезьянки Собачки Всем на вас все равно Но как только вы вырастаете И у вас там Уже там 100 тысяч пользователей Хотя бы в месяц На вас начинают смотреть Кто вы И как вы зарегистрированы И где И для меня например Это самая большая проблема сейчас То есть мы сейчас Пытаемся понять Как нам правильно Мы готовы там все регистрировать Но в США Как бы говорят Что надо просто Оттуда бежать Потому что как бы Сейчас начинается Вот там NBA Top Shots Топовый проект Его сейчас судят Прям жестко И сейчас так дальше будет Наезжают на Самых таких неприкасаемых Вроде как инвесторов Типа Хоровиц И так далее То есть на их проект Типа уже наезжают И мы как бы Смотрим на Канаду Там еще куда-то Но понятное дело Что если мы хотим Не только быть там NFT как идеология А еще и быть там Отчасти венчур френдли То для этого нужно еще Ну то есть Я думаю что это вот Совокупность этих факторов И вовремя запуск То есть там Сэндбокс По-моему они 9 лет на рынке То есть он тоже понимает Сколько они искали Эту свою модель Axie Infinity Тоже там не первый день Ну то есть Сложно Можно? Да Привет Меня зовут Алекс Я работаю с художниками Как раз вот мы делаем И с блогерами Мы делаем NFT проекты Запускаем их Продаем Ну и плюс я занимаюсь Еще коллекционированием Этих NFT Шек Вопрос в следующем Вот недавно был такой NFT скандал Когда выставили Работу фотографа Вот И блогер выставила Работу фотографа Но при этом С фотографом Не было это согласовано И вот вопрос У тебя был опыт Когда там художники Или фотографы Работы которых Использовались Для того чтобы их заминтить И превратить их в NFT Был ли какой-то опыт Решения Вот Юридических вопросов И как Как художнику Или там творцу Да Защититься юридически И каким образом Лучше с ним заключать Вот эти Контракты С точки зрения NFT Ну да Там замес был знатный Мне прислали ссылку Я зашел Да Там Что-то там 900 комментариев И там и покрас лампас И короче ребята Иплянские Там авэ Все засветилось А по сути Это на Бали Произошлась ситуация И суть ее была в том Что фотограф Сотографировал блогера Под ее заказ Она ему оплатила Фотосъемку А потом Другие ребята Договорившись с этим блогером Взяли фотографию Добавили эту анимацию И решили это заминтить И фотограф Сказал Ну а я Может меня туда возьмете Они говорят Ну мы тебе там Типа скинем денег Ну может быть Ну так Конечно Мы не обязаны Ну так уж и быть Там пару соток тебе дадим И в этой ситуации На самом деле Есть несколько факторов Значит Я не стал ничего писать Ну потому что Как Меня там тоже Не хотелось Да там еще тоже Со слов Тоже непонятно Но как бы Я вижу Ситуацию в следующем Первое Конечно Это то что Вот я говорил Про коммуникацию Да про общение Про коллаборацию Это не пустые слова Это не просто я там Да там Я вообще там Я говорю интроверт Но я все равно прихожу И общаюсь Мне вот хорошо там Сидеть одному Отлично Метаверс Вообще шикарно Но надо общаться Да И общаться максимально То есть любой человек Это сразу Это уважение Какой бы он там Никак бы он там Не выглядел Да И вежливость В общении Ну это принцип вообще Я не знаю Как там воспитание И так далее То есть я думаю Что там во многом Именно сам тон беседы Да в бизнесе Ну мы не знаю Кто здесь Много здесь Наверное предпринимателей Вы знаете Что основная проблема Это не спор Там вот по контракту А если кто-то Кого-то лично зацепил На этом вообще уже Не важно Что в контракте То есть люди начинают И друг друга мочить Поэтому я например Никогда в острый конфликт Не вхожу И на личности Никогда не перехожу Всегда только вот по контракту Второе Абсолютно прав Он по российскому законодательству И наверное По многим другим Если вы нажали на кнопку У вас есть эта фотография Эта метаданная Как бы у вас Хранятся То вы Владеете этой работой Вы ее можете отдать За деньги Но перепродавать ее В дальнейшем Вы должны дать Письменное согласие Либо до этого Подписать договор С автором Где он передает Исключительно авторские права Но там как бы Но третий момент Самый смешной Для меня например Что они публично Об этом общались И говорили Вот там Соблюдайте закон Чтите закон И так далее Но это все было сделано На территории Индонезии Я очень сомневаюсь Что у них был китес Если честно Вот я прям Я не знаю То есть это Просто вот изначально Порочное обсуждение Я говорю Ну сейчас иммиграшка До вас просто дойдет Как бы вот все эти ваши NFT Там эти фотографии Вы на территории Индонезии Должны сначала зарегистрироваться Потом официально подписывать договор Поэтому мы например Лично я работаю Там с индонезийскими художниками Или там У меня сразу выходит договор На переводе на их язык Это не потому что я хочу там взять Да Потому что Они должны увидеть Что я от них хочу И конечно Исключительно права Обязательно должны переходить Нет Кстати этот случай Меня смотивировал Вспомнить еще раз Всех у кого я Не получил исключительно Авторские права И вспомню что такие есть И сейчас я их всех долблю Чтобы они подписали То есть обязательно подписывайте Да Всегда надо договариваться Потому что Ну понимаете Все эти законы Это вот как бы так Никто ничего не подписал Работают нелегально А потом еще как бы Спорят в публичном пространстве Из-за По сути Там 200 долларов Не знаю Ну это Ну да Ну как бы Просто репутация здесь Понимаете Ну вот вы выбирайте С кем работать И когда уже была такая история Когда ребята там Ну как-то отреагировали Не совсем Ну так я всегда говорю Ребят забирайте все Пожалуйста Если это уже не переходит Какую-то красную линию Моего бизнеса Где там уже интересы Я буду отстаивать жестко Который прям повлияет На мой бизнес Я всегда говорю Ребят все Как бы Что-то нет Берите фотографии Берите деньги Все мои фотографы Получали заранее деньги То есть мы договаривались Причем о проценте То есть вот там фотограф Я показывал там Жанну Там да Это фотограф здесь Мелита Она это со мной работала Она изначально знала Что это будет NFT И я ей перечислил Ее 20 процентов Хотя как бы Я мог бы нанять Обычного Фото Мне просто надо было Действительно кнопку нажать Что называется Но Надо уважать художников Труд И как бы Друг дружкой делиться Раз-раз Всем привет Привет Антон Привет У меня есть вопрос То есть есть такие Мастодонты Как Rockstar Activision Ubisoft То есть это Компания Если мы говорим Про игры То есть это Компания У которых есть Огромные команды Уже сразу Огромная комьюнити Игроков Которые готовы Покупать их продукты И я вот сейчас Замечаю Что почему-то Они пока Не двигаются В сторону Создания Там своих Мета-вселенных И То есть Не работают Вот по такой Бизнес-модели И Несмотря на то Что у них есть Огромный бэкграунд И очень сильные Разработчики Мне вот интересно Почему Как бы Вот этого не происходит И Ожидается ли На твой взгляд Их Движение Вот В направлении Этого развития Да Отличный Вопрос Конечно GameFi У меня была Какая-то статья Я написал 12 фактов О диком мире Криптовалют Это было Три года назад И у нее было Там по-моему 1700 репостов На фейсбуке Это было очень много И тогда Не о каких Ну тогда Вот только Нет Даже не три Какого Четыре Четыре с половиной Вот так То есть Вот только Меня там Форс опубликовал Еще кто-то То есть Прям вот Я размышлял Вообще О том Что является Mass adoption Потому что Все это пока Игрушки для гиков Там Вот такая Аудитория То есть Мы там Говорим О каких-то Хайпах Но реальные деньги Это все равно Нефть Калий Магний Мусорный бизнес Что это за Крипта такая Не те деньги Совсем Я думаю Что игра Это как раз Станет Вот то Тем каналом У нас сколько 3-2 миллиарда Геймеров в мире 3-2 То есть Пол планеты Играет в игры И как бы Люди настолько Мотивированы играть И если там Еще можно будет Зарабатывать То понятное дело Что это как бы Прям прорыв Прорыв Но ответ на вопрос Простой Первый Регуляторка Знаете Есть такая фраза Среди разработчиков Работает не трогай Вот как бы Если у вас бизнес работает У вас все отлично Вы Ubisoft Вот нахрена Вам Play to earn Где там Какие-то комиссии По ценным бумагам Вас же будут Не за эту игру А вас вообще Как бы будут По всей компании бить И вы можете Такие штрафы заплатить За то что вы Каких-то инвесторов Там взяли Вас же можно Кошмарить еще Были юристы В крипте Которые просто брали Недовольных ICOшников Которые там Даже не знали Что можно подать в суд Объединяли группы И подавали Коллективные иск В американские Там инстанции То есть там Находили американцев Среди Это прям бизнес был Я знаю чувака Который прям заработал Себе там на 10 квартир Он прям профессионально Занимался Наездом На ICO проекты Вот И они ему сразу Отдавали деньги Потому что это Ну кстати Там 50 инвесторов С паспортами Америки Такие Ну веди нас Как бы И там коллективный иск И до свидания Там это интерпол Это розыск Это там В Крыму отдых До конца жизни Поэтому как бы Я думаю что в основном Это регуляторка Но я знаю что многие уже идут Я лично там курирую Два сейчас проекта Одна очень большая компания И они хотят попробовать Продавать скины Потому что они считают Что плейторен модель Это крайне сложная история И лучше подождать Пока сейчас все другие Видели график плейторен игр Да вот так вот А потом Вот так и все То есть Это люди приходят Фармят какие-то деньги И идут в следующий То есть как бы Пока кейса нет И только одна игра нормальная X-Infinity Они сделали чудо Но по сути Это благотворительный фонд То есть фаундеры Просто забирают 8% денег Кидают их обратно И по сути Ну и говорят Опять признаки пирамиды Ну как бы это Да Еще один вопрос И сделаем Наверное перерыв В минутах на 5-10 Потому что два спикера Там еще информация Очень хорошая Я думаю Что один из спикеров Даже оспорит Немножко про GameFi индустрию Мнение Антона Да Еще раз всем привет Первый вопрос Связанный с регуляторкой В разных странах Правильно я понимаю То что NFT Пока что не облагается Никим налогом И он Как один из способов Почистить деньги Да Ну то есть Купить у третьего лица По договоренности Либо у самого себя Там с другого кошелька И так далее Это первый вопрос И второй вопрос Есть ли Известные факты В 2021 году Что кто-то покупал Дорогую NFT Например За полмиллиона долларов И продал ее дороже Потому что мы все видим Что их покупают За безумные какие-то деньги Тех же обезьян И так далее И что потом Они просто их холдят То есть цель какая В дальнейшем же заработать В долгосроке Например Вот есть ли примеры Когда дорогие покупки NFT Потом перепродавались Есть ли этот рынок Ну вторичный Со второго Начнем Попроще Вторичный рынок Он в два раза больше Первичного сейчас То есть оборотка Очень хорошая Все работает Это как бы даже У меня сейчас директор по маркетингу Который впервые в крипте Получил там в эфире Деньги Он сейчас смотрит на эфир Говорит А он может еще ниже упасть Говорит У меня уже два раза меньше денег Ну то есть Вот Я говорю Ну добро пожаловать Как бы да Поэтому мы все здесь Как бы Вот это ощущение Да как бы Да Второе дно в подарок Да Вот По поводу То есть нормально Все перепродается Ну конечно там есть элемент Маркетмейкинга То есть там было Финансовое расследование Офигенное Там от колумнистки Такой Который там занимается Финансовыми преступлениями Американской Она рассматрила покупку Фаундером Трона И вот Попытки его купить Бипла Да И вот как бы Рынок это вообще С чего начался Взрыв суперновый Да То есть Что-то случилось Outstanding То есть ребята Очень умный Трон Фаундер Я не могу произнести его имя Он безумно талантливый маркетолог Просто ну так Гений В плане маркетинга То есть Трон Ну все говорят скам Скам Но тем не менее 100x он там трейдерам давал В свое время И сейчас им пользуются И денег там немерено И вот он купил Бипла И тем самым По-моему Что-то там какое-то Я не помню То ли 69 миллионов То ли 69 У меня цифра уже То есть я мыслю В пределах там 10-15 миллионов долларов Я понимаю Вот я с ними работаю Какие-то такие деньги А когда там уже 69 Я еще туда Я не понимаю Но я смотрю на DAP И смотрю Отлично все перепродается Ну конечно Есть элемент спекуляции Есть маркетмейкинг Когда давайте купим Я думаю Что он просто повторил Чарльза Саачи Который купил Когда-то Херста Знаете Акула за миллион долларов Знаменитая Вот эта вот формалиновая акула Когда он взял Просто художника И сказал Короче Он вообще не продавался еще И он говорит Давай Миллион долларов Ну Саачи Это имя И как бы И на этом Как бы начался от рынка И потом Вот это то же самое Все было Если вы прочете книгу Как продать акулу за миллион долларов Вы увидите крипторынок То есть ничего не меняется Да То есть Ну это простая приятная книга От профессора Кембриджского университета Он рассказывает Как формировался арт рынок И сколько там Хайпажоров Сколько там Серпентарий просто Да Эти арт агенты Там Эти какие-то странные тусовки В Монако На яхтах Ну чем Крипта один в один Правильно же Вот там Вертолеты Там А NFT Можно ли купить Ну мы обсуждали это очень долго С Артемом Толкачем Вообще был дикий замес в фейсбуке Я впервые в жизни За год наверное С кем-то поспорил в фейсбуке Я вообще ненавижу спорить Но меня что-то зацепило Потому что чувак сказал Да вы все в криптоне Ну криптоне Вы все отмывальщики И как бы мне стало обидно Не только Ну там Несколько за себя Мне вообще там Все равно в принципе А вот за своих Каких-то друзей Команду там Мою там И так далее Что значит Я ничего не отмывал В своей жизни За 7 лет И как бы Я вообще Ну там Я там Хорошо дружил с Ильей Сачковым Который сейчас К сожалению Арестован Но не потому что он Ну знаете Группа IB Это трагическая история Понимаем Более-менее безопасность И как бы Вопрос простой Возьмите Давайте так Вот есть сумка Не знаю Кэша В России Есть NFT Давайте Чтобы вы купили Дом в Европе Вот кто-нибудь Может рассказать схему Обычно На этот вопрос Ответа нет Потому что невозможно То есть как бы Можно там в рамках Этого эфира Что-то покупать И продавать Но когда вы Захотите вывести Какую-то Ну более-менее Сумму денег Чтобы действительно Ну говорить Что это отмывка Ну вы понимаете Что такое отмывка Это сотни миллионов долларов Это не Отмыть там 20 тысяч баксов Да Ну что это Вот Индодакс Здесь пожалуйста Отмывайте сколько угодно Вон там Лимит расширите Выводите пожалуйста И налог Здесь официально платите Пол процента В Индонезии У меня вот официальная компания С Индодаксом Контракт И мы как бы Все как бы честно Открыто прям Заработали Я заплатил Ну там Отдельные стеры Но здесь например Ну когда Только идет речь А давайте я выведу Миллион долларов Вот тогда Начинается игра А особенно В нормальных юрисдикциях То есть Ну дом на Бали Вы можете купить Но попробуйте Купить в Европе Там Не дай бог в США Там Ну ничего Вы не выведите Вот поэтому Это Ну это Может сейчас долго Это отвечает на вопрос Чтобы как бы сократить Да можно отдельно Поговорить Но я считаю Что Отмывать деньги Это не тот кейс И отмываются они не так Не буду рассказывать Как Если кто-то знает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok